Всем привет! С вами Телбед! А-а-а! 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 А, значит, как вы уже поняли, сегодня будет что-то крутое. А может и нет, кто знает. Да, интересный вопрос. Куля, а ну иди сюда. Так всё, видео подходит к концу. До свидания. Всем удачи, всем пока. Значит, я тут подумал, может не идти, может всё-таки снять видео. Я всё-таки сниму видео. Оставим шутки в сторону и поймём, о чём сейчас пойдёт речь. А речь у нас пойдёт о долгожданнейшем... Как вы думаете, о чём? А? А? Вы не знаете, о чём? Я не знаю, о чём. Сейчас узнаем. Так. Надо бежать. Я слышу шаги. Ребят, значит, если вы думаете, что если я нахожусь дома, значит, это либо что-то, либо рубрика «Кто же это такой?» Вот. Либо это, вот, либо это, или либо вот... вот это. Но нет. Точнее, да-да-да-да-да. Это второй вариант. Второй вариант. Это будет такая штука, которую я ещё не делал, которую, по-моему, в Ютубе даже ещё никто не делал. Вообще никто. Сейчас всё увидите. Погнали. Итак, кстати. Прошлое видео с Украиной. Вторая часть Украины. Получилось очень классное. На целых полтора часа. Ё-моё, полтора часа контента. Да, там было две части, потому что в одну часть бы это всё не поместилось просто. Это очень длинная, очень большая штука. Я сделал две части. Вот. Я просил вас видео. В самом начале видео, ещё месяц назад, когда начинал снимать это видео, я вас просил, давайте наберём до лета 100 подписчиков. Знаете, что? Когда я доснимал это видео с Украиной и уже хотел выкладывать, чтобы попросить людей о том, чтобы было 100 подписчиков, захожу на канал, там 172 подписчика. Я такой, оу, май! Ё-моё. Я обалдел. Просто спасибо вам, люди. Значит так. Если у нас такая бешеная вообще... Бывает с качками такая бешеная просто... Как это сказать? Короче, так бешено подписываются люди, так бешено прирастает внимание, то давайте тогда сделаем тысячу подписчиков до лета. Почему бы и нет, если за месяц... Да нет, это не за месяц, если за три дня было. За три дня на меня подписало 100 человек. Люди, камон. Давайте тогда сделаем до лета тысячу подписчиков. Тысяча подписчиков. Я обещаю, что на тысячу подписчиков. У меня есть огромные планы, чтобы как-то отметить это дело. Ещё раз огромное вам спасибо за 100 подписчиков. Это огромная для меня мотивация делать контент. Я очень этому рад. На тысячу подписчиков будет очень-очень жёсткая штука. Вот. Продолжаем. Значит, ребята, объясняю, что будет сегодня в видео. У меня есть такой сайт, где собраны всякие факты. Сегодня мы почитаем и проверим такие факты, которые, ну, наверное, ещё никто из вас не знал, и я их не знал. Короче, очень странные, очень крутые, очень разнообразные факты. Будем смотреть на сайте. Надеюсь, будет интересно. Так, значит, ребят, первый факт у нас вот тут вот такой генератор фактов. Удивительный генератор фактов. Менталфлосс, ссылка на этот сайт будет в описании. Сами можете потом пройтись немножко по фактам, проверить. Значит, первый факт. Согласно японскому исследованию, просмотр симпатичных изображений животными может улучшить ваше внимание. Ну, то есть, когда ты просматриваешь фотографии с милыми животными, это улучшает внимание. Так, дальше мы нажимаем больше фактов, пожалуйста. Следующий факт. Блокноты Марии Кюри всё ещё радиоактивны. Да, интересно. Долго на этом не зацикливаться. Можно не зацикливаться. Следующий факт. В средневековье люди ходили по-другому. Сначала они наступали подушечкой стопы, чтобы проверить землю на предмет мусора. Возможно, потому что было трудно найти ову с хорошей подошвой. Интересный факт. Я не знала о таком. Да и вообще тут все пока что факты, о которых я не знал. Да и, кстати, вам тоже будет интересно, и вы много чего нового узнаете. Больше фактов. Первое использование глагола Google в поп-культуре было в бафе истребительнице вампиров. Интересно. Так, следующий факт. Пропустить рекламу. О, первая пара кроссовок Nike была изготовлена вафелец? Что? Как? В смысле? Я сейчас не понял немного. Чего? Типа? Ох ты ж. Интересно. Ладно, больше фактов, пожалуйста, а то я немного этого не понял. На вопрос, есть ли у Эйба какие-нибудь хобби? Мэри Тодд Линкольн ответила. Кошки. Прикольно. Так, следующий факт. Это, если что, Линкольн. Президент США. Не помню какой. Швеция настолько эффективна, что только один процент ее мусора оказывается на свалке. Что? Реально? Капец. Швейцарцы красавчики. Следующий. ФБР расследовала песню Луи-Луи, потому что люди сочли ее текст грязным. Через три месяца ФБР прекратила расследование, потому что не могло разобрать слов. Что? Так, ну, еще раз. ФБР расследовала песню Луи-Луи, потому что люди сочли ее текст грязным. Через три месяца ФБР прекратила расследование, потому что не могло разобрать слов. Капец. Я в шоке. Ладно, следующий факт. Опять это реклама. Авокадо Хас было запатентовано в 1935 году Рудольфом Хасом, почтальоном из Калиформии. Прикольно. Интересно. Огненная радуга возникает, когда кристаллы льда в перистом облаке переломляют солнечные лучи, не создавая эффект разноцветного облака. Ох ты ж, это красиво. Реально красиво. Класс. Следующий факт. Несмотря на то, что на его долю приходится 95% в мировых запасах бомборда, официальный напиток кентукки – молоко. Это не будет, я не понял этого, пропускаем. Следующий факт. Зелёные яйца и ветчина были запрещены в Китае с 1965 по 1991 год за изображением раненого марксизма. А, а изображение раненого марксизма. Ну ладно, пропускаем. Следующий факт. Немного не понимаю. Так, пропустите. Так, следующий факт. Считается, что 100 складок в колбасе от шеф-повара представляют 100 способов приготовления яйца. Реально? Так. Что? Стоп. Считается, что 100 складок в колбасе от шеф-повара представляют 100 способов приготовления яйца. Прикольно. Интересно, интересно. Ладно, следующий факт. Норман Ллойд. Старейший работающий актёр Голливуда. 104-летний мужчина. Работал с Чарли Чаплином, Робином Уильямсом и Эми Шумер. Класс, класс. 104 года человеку. Обалдеть. Следующий факт. Следующий факт. Попугая Эндрю Джексона выгнали из похорон за брань. Хе. Ну. Ну, понятно. Понятно. Следующий. Белла Лугоши был похоронен в полном костюме Дракулы, в плаще и всё в остальном. Капец. Да. Нормально похоронили человека в костюме Дракулы. Ладно, следующий факт. В 1916 году Аделина и Августа Ван Бюрен стали первыми женщинами, которые путешествовали по стране на двух одиночных мотоциклах. Они сделали это, несмотря на то, что их часто арестовывали за ношение штанов. Хе. Интересно, интересно. Я такого не знал. Так, хорошо. Интересный факт. Следующий факт. Один британец изменил своё имя на Тим Пу Райс, чтобы торговцам на телемаркетинге было труднее произносить слова. Это гениально просто. Так, ладно, следующий факт. Клеопатра приготовила для неё специальную помаду из измельчённой смеси муравьёв и тёмно-красных карминных жуков. Так, надо подумать. Надо, 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 так. Ой, ой, помада из смеси муравьёв и тёмно-красных карминных жуков. Это мерзко. Так, следующий факт. Морские огурцы едят ногами. Что? В смысле? Ну, типа, морские огурцы, они как живые, и они питаются ногами. Пипец. Следующий факт. Пять рекламных штук. Половина мировых геотермальных объектов и две трети всех гейзеров мира находится в Йеллоустонском национальном парке. Я этого не знала, но прикольно. Кстати, Йеллоустонский национальный парк сейчас поближе увидим. Ребят, это капец. Ну, посмотрите, как красиво в этом Йеллоустонском национальном парке. Просто красота какая-то. Не знаю, какая-то красота, но... Типа... Ну, очень красиво прям. Да, надо будет, может, туда съездить. Не знаю, но вряд ли это получится. Ладно, мы сейчас не ездить пришли и не смотреть, а читать интересные факты. Продолжаем. Итак, следующий факт. Согласно исследованию 2010 года, люди, свободно говорящие на нескольких языках, почти всегда ругаются на своём родном языке. Так, связано к другому факту. Новорождённая гигантская панда разбиран с кусок масла. Ну, понятно. Всё ясно. Окей, я всё понял. Следующий факт. В 1897 году законодатели штата Индиана попытались принять закон, который юридически измерял бы значение числа пи на 3 вторых. Во-вторых. Да. Прикольно. Прикольно. Следующий факт. Опять. Так. Пентерофобия – это сильный и непропорциональный страх вашей свекрови. Понятно. Парасковедикатриофобия – это страх пятницы 13-го числа. Так, ещё раз, запомните слово. Пригодится в жизни. Парасковедикатриофобия. Что? Что это за слово? Я вот сейчас такой сижу и думаю, сколько это слово человек, ну или люди, компания людей придумывали, чтобы типа страх этот назвать. Я просто сейчас сижу такой и думаю, что капец. Прикольно. Классно. Интересный факт. Следующий факт. Британский хирург 19-го века Джордж Мэри Везер считал, что пиявки могут предсказывать погоду. Погоду. Его предсказатель Бури, представленный на большой выставке 1851-го года, не смог прижиться. Вот. О, вот они, пиявочки лежат. Там пиявки лежат. Так. Хорошо. Следующий факт. Сон буквально очищает воск. Во время сна через воск проходит больше спидо-мозговой жидкости, чтобы вымыть вредные белки и токсины, которые накапливаются в течение дня. О, интересно, значит надо спать побольше, да? Класс. Надо перед какой-то контрольной выспаться. Ладно, следующий факт. Здание сборки транспортных средств НАСА во Флориде настолько велико, что здесь своя погода. Ох ты ж, ёшкин, мать, ёшкин. Здание сборки транспортных средств НАСА во Флориде настолько... Своя погода. Капец. Ладно, следующий факт. Меня всё не перестают удивлять эти факты. 150-летнее дерево в парке цветов Осигага считается самой старой на ныне неживущей глицинией в Японии. Вы посмотрите, какая красота! Ё-моё! Ё-моё! Капец, какое красивое дерево, реально. Типа там надо побывать, это всем советую туда поехать. Типа, это очень красиво. Красиво-красиво. Следующий факт. Армейские муравьи, наверное, интерпретирующие... Армейские муравьи, наверное, интерпретирующие запахи, оставленные другими муравьями, иногда вызываются из толпы и маршрутируют по кругу. Если присоединиться достаточно муравьёв, они могут образовать массивные смертельные спирали. Ох ты! Ё-моё, мне стрёмно. Какие-то смертельные спирали. А рядом со мной они сейчас есть? Вдруг они у меня сейчас под стулом ползают? Так, ладно, следующий факт. Чё-то стрёмно. На южном полярном сиянии является южной версией северного сияния. Тасмания, Новой Зеландии, Антарктида – одни из лучших мест, где можно увидеть южное сияние суши. Классно! Красиво! Слушайте, да красиво! Реально красиво! Вот сейчас фоточки. Ёшкин-матрёшкин! Какое ж оно красивое! Слушайте, посмотрите на эти фотографии. Капец, оно красивое! Ничем не хуже северного, реально. Может, даже лучше. Слушайте, да это ж красота просто какая-то. О, красота просто! Это не фотошоп, это реально, типа, фотографировали? О, это вообще красиво очень! Капец, это просто очень красиво, нет слов. Вау! Просто! Это ничем вообще не хуже северного сияния, может, даже лучше. Капец просто! Класс! Тут даже лучше, наверное. Так, ладно. Фаты. Так. У новорождённых костей почти на 100 больше, чем у... Что? О! Капец! Что? Как? У новорождённых костей почти на 100 больше, чем у взрослых? Куда там кости вмещаются? Я не понимаю. Каким образом? Я... Что? Такое... Как такое маленькое тело может поместиться на 100 костей больше, чем у взрослого человека? Как? Вот как? Я не знаю. Может, у них там потом... Может, у них нога там из 8, из 20 костей нога состоит? Может, из 100 костей у них нога состоит? Не знаю. И потом там срастаются в какие... Какое-то другое количество костей эти кости. Но это прям... Я сейчас обалдел. Даже немного, хочу сказать. Так, ладно, следующее. Договор по космосу 1967 года запрещает любой нации пытаться владеть луной. Ёшкин, матрёшкин. Так, всё. Луна, она ничейная. Луна, она общая. Всё. Всё. Луна общая. Всё! Так, ладно, следующее. Дрессированные голуби могут различать картины Пабло Пикассо и Клона Моне. Что? Клона Моне? Что? Каким? Как? Как они... Как можно обучить голубя различать картины художников? Это нормально, нет? Мне кажется, голуби скоро станут умнее людей. Так. Контроним. Это слово, которое само по себе противоположно. Например, если вы засеваете газон, вы добавляете семена. Но если вы засеваете помидор, вы их удаляете. Я не понимаю этого, так что... Следующее. Современный воротник, защёлка возник как средство защиты шеи тонисистов от солнечных ожогов. Классно. По словам рекордсмена, по самой высокой стопке вафель в книге рекордов Гиннеса есть сорокасторичный документ, определяющий, что такое вафля. В книге рекордов Гиннеса есть сорокасторичный документ. Да, ну вот я не понимаю Зачем Зачем писать 40 страниц Объяснять Что такое вафля Я не понимаю этого Ладно, если есть, то есть, класс Рэй Брэдби Написал первый черновик книги 451 градус по Фаренгейту На арендованной пишущей машинке В подвале библиотеки Калифорнийского университета В Лос-Анджелесе За 9 дней Вот это он красава, конечно, вообще Слов нету В первом параде дня Благодарения Были представлены Львы, верблюды И слоны из зоопарка Класс, класс Я бы там побывал Точка над буквой И в нижнем регистре Называется титром А вот это я не знал Я вообще не знал ни один из фактов Которые тут есть Типа это все для меня новое Напишите в комменты В комментариях Напишите Сколько фактов вы знали Если вы не знали ни один факт То так и пишите Я не знал ни один факт Если вы знали какие-то факты То напишите Сколько вы знали фактов Потому что я Ну ни один из этих фактов Не знал Это интересно С австралийского телевидения С австралийского телевидения Сняли серию До нашей эры Когда небо внезапно потемнело Во время битвы между Нильдийцами и Минитянами В современной Турции Солдаты воспринимали Это знак Прекращения боевых действий Стопятиэтажный отель Райгонг Северная Корея Получивший прозвище Отель судьбы Является самым высоким Незанятым зданием в мире И бух Вот такие вот факты Интересные сегодня получилось Надеюсь видео вам понравилось Я постарался очень Я долго искал сайт С этими фактами Вот Еще расскажу Ссылка на сайт будет в описании Сможете сами зайти Посмотреть на эти факты Там много очень фактов Там новые факты Каждый день Надеюсь это видео было Для вас интересно Для меня оно было Очень интересно Я узнал Очень много Всего разного Ну я же говорю еще раз Я не знал ни один из этих фактов Еще раз Пишите в комменты Сколько вы знали Из этих фактов Цифру прямо напишите Сколько фактов Вы этих знали Или если не трудно Напишите какие факты Вы из этих фактов знали Вот Если ничего не знали Так и пишите Не знал ничего Поставьте лайк под видео Не забывайте Тысяча подписчиков до лета И все будет классно Все будет круто Надеюсь это видео вам понравилось Надеюсь вы узнали много нового Я-то точно много нового узнал Спасибо за просмотр Пока Пока